Международный день слепых 13 ноября. Это всемирная дата, которая призвана привлечь внимание общественности к тем людям, кто потерял зрение и оказался в тяжелой жизненной ситуации. В Славянском районе этот день совпал с 65-летием Славянского межрайонного Всероссийского общества слепых. Праздничное мероприятие прошло в парк отеля «Уют». Вот такими яркими красками видят жизнь миллионы обычных людей каждый день. А такое её видят люди с инвалидностью по зрению. Они видят то, что не видят другие. Увлечённые, творческие, а главное – мужественные люди. Всё это о представителях Славянской межрайонной организации Всероссийского общества слепых. Сегодня она объединяет свыше 250 человек – жителей Славянского и Красноармейского районов. Здесь они находят единомышленников, занятия по душе. У нас проводятся краевые мероприятия, где человек, приходя в общество, должен чувствовать себя одиноким. У нас существует очень хороший хор, называется «Поющие сердца». Люди приходят в нашем хоре, они поют, ездят на всякие мероприятия различного типа, допустим, хоровые. Также у нас в крае проводятся различные соревнования интеллектуальные, спортивные турслёты, спортивная мозаика, где молодые люди, потерявшие зрение, имеющие группу, выезжают с нашей командой на краевые соревнования, где проходит тоже процесс реабилитации. То есть живём в палатках, например, на турслёте, проходим разные полосы препятствий. То есть это помогает человеку адаптироваться в нашей жизни, то есть чувствовать себя более уверенным, не чувствовать себя потерянным и брошенным, что он со своими проблемами как будто один состаётся. Каждый день обычных людей расписан буквально по минутам. То, что для них является элементарным, человеку с ограниченными возможностями даётся с большим трудом. Сложно представить себе, насколько тяжело обходиться без зрения. Но все эти люди справляются со своим недугом ежедневно. Лидия Аблогина вот уже 47 лет является инвалидом по зрению. Из них 35 она состоит в Славинской межрайонной организации Всероссийского общества слепых. Сразу было очень тяжело. Сейчас я уже адаптировалась, уже привыкла, мне уже намного легче. Почему? Потому что я нахожусь в этом обществе, мы друг другу как-то подсказываем всё, кто как, тем более в Краснодар ездим на семинары, общаемся там. И, конечно, сейчас уже легче. Поздравил представителя общественной организации с юбилеем глава Славинского района Роман Синеговский. Эта организация очень нужна. Очень нужна всем вам, кто здесь присутствует. Спасибо за то, что объединяете тех людей, которые в этом нуждаются. Спасибо за то, что даёте им реализоваться. Проводите различного уровня мероприятия. Спортивные, творческие мероприятия, посиделки. Вы участвуете активно в жизни города и района. Это очень важно для нас, потому что мы тоже самое, как и вы, переживаем о том, чтобы люди, которые нуждаются в общении, нуждаются в том, чтобы находиться рядом с вами, чтобы они были задействованы во всех ваших мероприятиях и были вместе с вами. От имени администрации района Роман Синеговский вручил памятный подарок председателю общественной организации Александру Андреевскому. Создавали в этот день хорошее настроение и праздничную атмосферу лучшие творческие коллективы Славинского района. Выступали с творческими номерами и сами участники организации. Сегодня для инвалидов по зрению созданы клиники, дома, пансионаты, различные приспособления, которые помогают им приспособиться к окружающему пространству. Но главное не это. Главное для любого человека, чтобы рядом с ним был тот, кто искренне способен поддержать. Для этого и существует общество слепых. Для инвалида по зрению непросто проживать свой день. Однако они справляются с этим. Более того, способны творить то, что не всегда сможет сделать обычный человек. Они поют, выступают на сцене, читают стихи. Благодаря их воле и борьбе, желанию жить и не сдаваться, мы можем видеть, слышать, принимать созданное ими творчество.